Доброе утро! Доброе утро! А что это мы смотрим, сынок? Ноли год! Ноли год? Нас! Короче, смотрим. Это кто такой маленький там был? Я! Будем завтракать. Я уже кофе сделала. Всем все поставила. Ладу берите, потом кушаем. Доброго утра еще раз. Умыла голову. Сейчас немного подкрашусь, посушусь. Пойду готовить солянку. Сегодня решили сделать солянку. Посмотрим, что из этого получится. Я, знаете, сейчас слежу в инстаграм. Женя Шимко. Страница у нее в инстаграм. Она там санапы, печет макарошки, бегает. И сейчас она в Нью-Йорке. Ну, сторис, я думаю, что еще сохранились с нью-йоркского марафона. Ну, хотя, когда выйдет это видео, наверное, они уже не сохранятся. Но, в общем, это было очень интересно наблюдать. Я вчера целый день следила за этим сегодня утром, досматривала. Потому что разница во времени у нас есть. Вот. Вчера весь вечер. Сижу не показывала. Он, конечно, этого не понимает. Вот. Но мне кажется, это здорово. Преодолеть себя. Пробежать 42. В общем, у меня там закончилась память на телефоне. Я сейчас все сбросила. И что хотела сказать по поводу марафона. Что там люди бегут 42 километра. Кто-то за 3,5 добегает часа. Кто-то за 5. Вот с 4 до 5 часов. Это такое очень хорошее время. И, в общем, очень мне было вчера. И сегодня интересно за этим всем наблюдать. Нью-Йоркским марафоном. Поэтому я, короче, в восторге от людей, которые могут сами себя преодолеть. То есть, они настолько тренировались. Представляете, бежать 5 часов без остановки. Вот. И куча народу их там поддерживала. В общем, супер-пупер. Само мероприятие. Столько энергии. Даже через экран телефона, мне кажется, передавалось. Вот прям по максимуму, сколько только могло. Вот. Я сейчас уже готовлю обед. У меня, как всегда, это все завтрак, обед, ужин. Сегодня опять Антохи на футбол. Мы поедем опять на великах. Только мне надо новую сиделку именно купить. Велик? Я уж такой спортсмен с меня. Что? Я как бы согласна и на таком ездить. Просто эта сиделка, знаете, этому велику. Мне его купили в конце школы. То есть я уже как 15 лет закончила школу. И, соответственно, у меня попа подросла. И поэтому сама эта сиделка, она вот такая вот для совсем маленьких пятых точек. А у меня как бы уже не то. Поэтому надо что-то поболее. Ну, если даже мы сегодня ничего не купим, то поеду на таком. У меня все, как всегда, посадомойка работает, стиралка. Варится здесь бульончик. Так, хочу приготовить сегодня солянку. Будет здесь просто утиное мяско и будет колбаски немножко. Такая вот солянка будет. Я буду готовить солянку, как я уже вам говорила. Так что начистим морковку, лук. Осталось еще соленые огурчики и колбаску. И мясо утки. И будет еще маслины добавлю и лимон. Это уже в конце. Вот я уже делаю поджарочку. Колбаску, морковку. Достала уже из бульона уточку. Сейчас сюда еще добавлю лучок. И томатная паста и томат. То есть будет красная. Как Антоха говорит, у нас будет красный суп. Я люблю только красный. Вот уже поджарочка практически готова. Жду, пока закипит. Здесь у меня процеженный бульончик. Уже чистенький. И сейчас же буду резать сюда огурчики. И разбирать буду сейчас уточку. И практически все, можно сказать. Солянка будет готова. Добавить еще маслинок. Где-то они здесь у меня были. Тут еще и шпроты. Вот такие вот маслинки. И лимончик. Все уже почти-почти все готово. Осталось добавить зелень, маслинки. Лимон уже буду добавлять в тарелочку. Мы как-то пробовали без лимона. Знаете, но все равно что-то не то. Вместо соли я сюда добавляю немного рассола от огурцов. То есть соли прям как таковой нет. Но в рассоле, естественно, она же есть. Поэтому по вкусу добавляю рассол. Лины уже добавила. Я их добавляю целенькими. Я их ем. Муж и дети их достают. Естественно, им так легче их доставать. То есть это не резаные выковыривать там, да? Вылавливать из солянки. А целыми они просто их убрали. Но я их ем. И все-таки они тоже какую-то пикантность придают. Будем обедать. Итак, ты руки помыл, молодой человек? Уже шесть. И сегодня на окресенье, а понедельник. Забыл? Быстро мыть руки. Помыл. Ты помыл, да? Ты помыл обедать? Соленая соленка. Соленая соленка. Да. Я вышла на улицу. Сейчас у меня тут продолжается уборка в палисаднике. Тучки заходят. Я не знаю, наверное, будет дождь. Такие черные прямо. Ну, пока есть время, буду заниматься фитнесом. Приседать и рвать траву. Собираемся на футбол. В рюкзак сразу кладем перчатки. Потому что обратно ехать достаточно холодно. И сейчас, наверное, холодно. Ну, и сейчас, да, наверное, тоже можно и ходить. Антоха там переобувается. Так как в этих тоже. Вот в этих вот шиповках тоже ехать, естественно, неудобно на велике. Поэтому сейчас переобуваться. Так, приедем. Короче, привела я Антоха на стадион. И у меня тут такое ЧП. У меня отвалилась педаль. Представляете? От моего супервелика. Сейчас покачусь домой. А что она отпала? Сюда. Товарька открутилась. А что она открутилась? Может, мы уже? Ну, просто хрен его знает. Я вот это вот пришла пешком. А, и гайки нету, да? Или как она тут закручила? Сейчас, возьму и шпать. Все, Женя мне все сделал. Теперь можно ехать. Ура! Как всегда, любуюсь солнышком. Сейчас это делать даже приятнее. Я уже на стадионе. Сейчас сяду на Антохину куртку, поотвечаю на комментарии. Сижу прям подмерзло даже. Ветер уже сильный. Сейчас пойдем смотреть закат. Здесь он вообще хорошо видит. Надеюсь, что что-то слышно. Вот он. Закат. Как всегда, другой, красивый, не похожий на вчера. Иду сюда до воды. Тут уточки плавают. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Страбовыми палочками Вчера еще остались после роллов С капустой, яйцами, кукурузой и зелень И вот такие вот Оладьки Только добавила в них какао И они вот такого цвета Все теперь боятся их пробовать Почему боятся? Ты чайку сделай А я чайник поставила Субтитры создавал DimaTorzok